Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир и в сегодняшнем нашем видео мы поговорим про надежность и ресурс автоматической трансмиссии, которая по умолчанию устанавливается на автомобилях Kia Sportage и Hyundai Tucson четвертого поколения, которые производятся с 2016 года и по настоящее время. Мы поговорим про обслуживание, про основные плюсы и минусы этого узла, ну и вообще, скажем так, какой ресурс, какой срок службы этого агрегата, сколько он способен пройти до серьезной поломки или ремонта. Итак, поехали! Итак, сегодня мы будем с вами разбирать, скажем так, кратко технические характеристики, надежность, срок службы, основные неисправности, поломки и как правильно надо обслуживать вообще автомат на примере трансмиссии с маркировкой А6LF2, которая устанавливается на Kia Sportage и Tucson четвертого поколения. Ну, Hyundai Tucson, понятное дело. Вот, сегодня мы поговорим именно об этой трансмиссии. Опять же, те, кто не знают, многие автовладельцы, как же называется наш автомат, автомат называется А6LF2. Вообще, это серия А6LF, которая была еще разработана корейцами в 2009 году. Шестиступенчатый автомат гидротрансформаторного типа или гидроавтомат, его еще некоторые называют автомеханикой, как кому удобнее, была представлена публикой в 2009 году Южной Корее. Ну, и устанавливаются на крупные модели кроссовера, как правило, или джипа. Это Hyundai Santa Fe, это Kia Sorento, это Hyundai Tucson и Kia Sportage, который, в принципе, мы сейчас видим на экране. Это именно Sportage. Значит, трансмиссия держит момент 350 ньютон на метр и агрегируется с двигателями объемом до 3,5 литров. То есть, сам по себе запас у трансмиссии действительно довольно велик. Довольно велик. Допустим, мы сейчас рассматриваем машину Sportage с 2-литровым двигателем. И для этого двигателя данная трансмиссия, она идеальна. В принципе, идеальна, если исходить из технических характеристик. Вот. Семейство трансмиссий A6LF или A6LF, ну, как кому удобно, как говорится. Также сюда входит в это семейство еще трансмиссии A6LF1 и A6LF3. Эти трансмиссии, они уже ставятся на Kia Optima, на Hyundai Elantra, на Hyundai Sonata и прочие автомобили. В основном, конечно, легковые машины с объемом до 2,4 литра. А теперь коротко о главных технических характеристиках этого автомата. Во-первых, тип официально называется гидроавтомат. Количество передач здесь 6. Также есть возможность ручного переключения на повышенные и пониженные скорости. Ну, опять же, устанавливается он как на передние приводные, так и на полноприводные автомобили. В этом автомобиле здесь у нас полный привод. В принципе, трансмиссия, опять же, работает вполне слаженно и очень оптимально. Крутищий момент, максимальный, который выдерживает эта трансмиссия. В одних документах, которые я нашел, официальных компаний Hyundai и Kia, составляет 380 нм. Но автомеханики же и специалисты по обслуживанию и ремонту автомобиля утверждают, что все-таки здесь максимальный крутящий момент. Эта трансмиссия выдерживает до 340-350 нм. Лучше, как говорится, не рисковать. Какое масло лить в эту трансмиссию? Довольно много вопросов не приходит именно по этой теме. Скажу сразу. Масло заливается АТФ-СП-4. То есть, идет группа 4. АТФ-СП-4, ну, конечно, АТФ. Это даже, наверное, сложно назвать маслом. Правильная аббревиатура. Вообще, жидкости, а именно трансмиссионное масло. Ну, а лучше, конечно, жидкость. Трансмиссионная жидкость АТФ. Объем смазки, который необходим именно для функционирования этой системы, составляет 7,8 литра. Для замены необходимо 9 литров. Желательно 9 литров трансмиссионной жидкости. Замена масла осуществляется один раз в 75 тысяч после первой замены. Первая замена осуществляется на 90 тысяч километров пробега. То есть, на шестом ТО. Если машина новая, то она меняется на шестом ТО у дилера. Далее, 75 тысяч каждые. Мы должны это, скажем так, заново делать. Примерный ресурс, который заложен производителем, составляет 300-350 тысяч километров пробега. Исходя из официальных, скажем так, мнений большинства автомехаников и автовладельцев, реальный пробег составляет не более 280 тысяч километров. Опять же, при должной эксплуатации, обслуживании, ну и, конечно же, качестве горюче-смазочных материалов. Передаточные числа автомата А6ЛФ2. Если брать, например, Киа Спорт из четвертого поколения, то главная передача здесь составляет 3,64. Первая передача 4,63. Вторая 2,82. Третья 1,84. Четвертая наступает на 1,38. Пятая ровно единица. И шестая 0,77. Задняя передача здесь обладает параметром 3,38 пункта. Также, хочу сказать, аналогичные или похожие трансмиссии данного типа. Это Hyundai Kia A6MF2, Asin TF61SN, я думаю, многие слышали про нее. General Motors или GM6T50, Ford 6F35, Jatka GF613E, Mazda FW6AEL. Также ZF6HP19 и Peugeot AT6. Это, в принципе, аналогичные коробки передач, аналогичные данной трансмиссии, которую мы обозреваем. Теперь, наверное, давайте поговорим о том, на какие автомобили ставится коробка А6ЛФ2. Во-первых, Hyundai Grander с 2009 по 2011 годы. Hyundai Tucson 2009 по 2015 годы. Это прошлое поколение. Hyundai Tucson TL шло для американского рынка и идет с 2015 года по настоящее время. Также Sonata. Sonata с 2009 по 2014 годы. И Sonata LF с 2014 по настоящее время. Kia Sorento 2009 по 2016. Прошлое поколение. Далее Sorento UM версия с 2014 по настоящее время. Sportage третьего поколения и Sportage четвертого поколения. А также Kia Cairns и Kia Optima. Довольно широкий список, конечно, моделей автомобилей. Очень популярна считается трансмиссия. Довольно надежная, опять же, проверенное время. Создавалась она в 2008 году начала создаваться. В конце 2009 она уже была создана. Создавалась совместно с немецким концерном VAG. Это просто для справки, кому интересно. Создавалась она с VAG-овцами. Делалась она, в принципе, по аналогии. Я думаю, многие, кто владеет автомобильными или владел теми же Volkswagen или Skoda. Это очень даже внешне чем-то похоже. Сама система делалась она по аналогии под немцев. Здесь уже корейцы решили не копировать японцев, а пошли уже путем через Европу, через немцев. Сам по себе трансмиссия действительно довольно очень удобная. В четвертом поколении, по сравнению с третьим, была доработана уже ручка селектора коробки передач, доработана кулиса, сделана уже декоративная специальная накладка для, скажем так, более привлечения внимания уже, скажем так, покупателей. Ну, больше на маркетинг уже, конечно, начали работать корейцы. В любом случае, выглядит довольно неплохо. Есть специальные и пластиковые, и алюминиевые вставки. Очень красиво все это оригинально смотрится. Это что касается внешнего оформления кулис и селектора коробки передач. Ну, а теперь давайте поговорим коротко о недостатках, которыми, в принципе, так же обладает, как и все другие узлы данной трансмиссии. Ну, во-первых, из-за грязного масла гидроблок может отправиться в ремонт уже на 100 тысяч километров пробега. Вот поэтому очень важно делать замену в этом автомате. Те, кто утверждают, что якобы автомат А6FL2 является необслуживаемым, очень сильно и глубоко заблуждается. Автомат является полностью обслуживаемым и меняется он в соответствии с регламентом, скажем так, который распространяется на эту трансмиссию. Кроме того, интенсивные разгоны сказываются на состоянии муфты гидротрансформатора. Регулярный перегрев является основной причиной отказа датчиков оборотов. Из-за длительной пробуксовки часто срезают шлицы корпуса дифференциала. И это довольно распространенная проблема. Возникает она уже на пробеге примерно в 120-130 тысяч километров. Это опять же, если не соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Ну и кроме того, хрупкий пластиковый поддон, который нередко пробивает во время езды по пересеченке. Поэтому очень важно покупать специальную стальную защиту. Сразу же, когда покупаете новый автомобиль или поддержанный, и защиты стальной нету, желательно сразу покупать лист стальной защиты. Здесь в автомобиле защита стоит стальная. Здесь специально установлена стальная защита. Большой лист нержавеющей стали. Причем примерно толщина около 7 миллиметров. Дополнительно идет поверх пластиковой защиты. Довольно сильно и надежно защищает он не только автомат, но и поддон картера двигателя. А теперь, что касается, скажем так, ремонта или капитального ремонта, или выхода из строя трансмиссии А6FL2. Дело в том, что посмотрел я примерно цены на эту трансмиссию, скажем так, и составил для себя три вида цен. Это минимальная стоимость, средняя и максимальная. Дело в том, что минимальная стоимость, это примерно за трансмиссией с пробегом уже в более 120 тысяч километров и более, стоимость трансмиссии такой контрактной, так сказать, бэушной, поддержанной, стоит в районе 850-900 долларов США. Что касается пробега уже до 100 тысяч, то такая трансмиссия на рынке стоит около 1400 долларов. Это у нас в Минске, в Беларуси, в принципе, цены аналогичные в России, примерно и в Казахстане. Ну и уже с пробегом до 40 тысяч километров трансмиссия такого типа стоит в районе 1800-2000 долларов США. Опять же, все упирается в пробег. Чем меньше пробежала трансмиссия, тем, конечно же, она будет стоить дороже. В любом случае, опять же, ресурс довольно большой у этой трансмиссии, не говоря про, к сожалению, бензиновый двигатель с маркировкой G4NA, который вы можете видеть на экране. Именно, как правило, с такой установкой компонуется эта трансмиссия на автомобилях Kia Sportage и Tucson 2-литровые бензины, 2-литровые бензиновые двигатели. Поэтому, к сожалению, двигатель иногда даже меньше имеет ресурс, чем трансмиссия. Довольно редкий случай, но это факт. Вот, поэтому, в принципе, основных проблем, как и таковой, с трансмиссией нет. Трансмиссия проверенная временем, течи, самое интересное, что течи могут возникать, но на пробеге уже к 200-м тысяч километров. Если вы покупаете поддержанные автомобили, допустим, Kia Sportage или Hyundai Tucson, то первым делом, что необходимо делать, это, конечно же, компьютерная диагностика двигателя и трансмиссии. Обязательно, обязательно, потому что не факт, что там менялось масло. Дело в том, что любой продавец, он заинтересован вам реализовать автомобиль, как говорится, ему выгоднее и быстрее спихнуть его. И он может вам говорить, что масло менялось, все обслуживалось, но по факту, скажем так, масло там, возможно, ни разу не менялось. И в этом плане, конечно, автомат очень требовательный, очень требовательный именно к замене, к регламентной замене и к качеству, к качеству горюче-смазочных материалов. Поэтому в любом случае, первым делом, делайте диагностику, диагностику трансмиссии. И после этого уже принимайте решение, покупать вам такой автомобиль или нет. В любом случае, при должном обслуживании и эксплуатации, трансмиссия пройдет больше, чем 2-х литровый бензин, бензиновый мотор. Примерно в районе 250 тысяч эта трансмиссия однозначно отходит до капитального ремонта. Ну и заключение нашего небольшого видео касательно надежности и срока службы трансмиссии автомат с маркировкой А6FL2, которая устанавливается на большинство кроссоверов, современных корейских кроссоверов Hyundai и Kia. Хотел бы, конечно, отметить, что, в принципе, исходя из своего личного мнения, в работе этот автомат очень мягкий. Переключение происходит настолько слаженно и сглаженно, самое главное, что порой даже кажется, что это вариатор. Беступенчатый вариатор, как вы знаете, при работе этой системы переключение происходит, как говорится, без толчков, без каких-то рывков. Так, в принципе, происходит и здесь. Утверждают большинство владельцев такого автомобиля, что даже после пробега в 60-70 тысяч километров не обнаруживается ни толчков, ни рывков при переключении, при работе гидротрансформаторного типа вот этой трансмиссии. Поэтому в любом случае, как говорится, трансмиссия у корейцев более-менее вылилась на славу, что не сказать, к сожалению, про бензиновые двигатели. С вами был Владимир. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо за внимание, берегите себя и всего вам доброго на дорогах. Большое спасибо за внимание.